Добрый день, дорогие коллеги и друзья. Татьяна, рад вас приветствовать в сегодняшний символический день. Поздравляю вас с началом осени, с началом учебного года. Это очень важный момент наших часов, календаря жизненного. В этот день я решил вопрос поставить глобально, осветить ситуацию, как я вижу, того, что с нами происходит, в какие времена мы живем. Ну и по слогану «все вокруг изменяется и ничего не изменилось» немножко подумать о корнях. Можно жить в повседневности и, собственно, не замечать вот эти большие изменения вокруг в глобальном формате. Кто читал и любит Зощенко, тот понимает, о чем я говорю. Только наше интеллектуальное усилие позволяет пойти и понять, насколько действительно глубоки эти изменения. Ну и мне кажется, почему это тоже я приурочил к началу учебного года, эти изменения в первую очередь связаны с вопросами образования, знаний и более широко с интеллектуальной историей человечества. Ну а название мое «Столкновение мировоззрений» оно несколько противопоставлено другому ключевому понятию «Столкновение цивилизации». И кто слушает мои выступления, мы подробно останавливались на этой концепции. Как мне кажется, сегодня все происходит как по нотам, по сценарию Самуэля Хантингтона, «Столкновение цивилизаций» по его книге и «Преобразование мирового порядка». Книга написана в 1996 году. Мы ее обсуждали, поэтому в деталях останавливаться не буду. Ну вот, все-таки любопытно, да, что эта его концепция возникла практически сразу на исходе разрушения холодной войны Советского Союза, в момент, когда еще господствовали такие розовые оптимистические точки зрения, подобно Фукуяме, о том, что пришел единый мир, что вот эти крупные глобальные противоречия стерлись, и, в общем, дальше остается без спора просто строить будущее. Вот он сразу поставил вопрос, что будет не так, и, по сути дела, как пророк предсказал вот те серьезные потрясения, которые наступают сегодня. Он предвидел следующую страницу геополитических столкновений, которые расположил по линиям столкновения цивилизаций. И для него, прежде всего, это было столкновение Запада и Ислама, и он предвидел противостояние конфуцианству. Это вот такая тройка. То, что Россия там включится в этот спор настолько жестко, там еще речь не шла. Но о самой России речь, конечно, шла. Напомню, Хантингтон выделял восемь цивилизаций, и среди них нашу славянско-православную цивилизацию. Как наследников Византии. Для нас мы носители Третьего Рима и так далее. Конечно, не просто выделить ее в качестве отдельной, исходя из тех предпосылок, которые закладывает. Ведь, в общем-то, славяне здесь далеко не все участвуют в ней. Да и православие тоже далеко не по всей территории. То есть, именно вот наша российская ментальность формирует вот эту славяно-православную цивилизацию, восточно-православную. И он уже отмечал, что это цивилизация качающаяся. Она может примыкать и к западу, или к восточным цивилизациям, в зависимости от того, как говорится, как ляжет карта от предшествующей динамики. Мы видим, что вот этот процесс прямо сегодня происходит. Ну и вот эти предпосылки, посылки теоретические, которые позволяют выделить цивилизации. Тут, конечно, речь идет и о традициях, о религии. Но, тем не менее, вот говоря, например, о славяно-православной цивилизации, о России как славяно-православной цивилизации, которая, в общем-то, давно уже она не православная. Собственно, эта страна наиболее была в то время тем более секуляризированная, которой православию уже столетия велась с ним война, можно сказать. Вот, наверное, из ключевых параметров, которые он выделял, и они здесь очевидны, будет язык, цивилизация вокруг языка. Русский язык как цивилизация. Об этом сейчас много идет разговоров. И, в общем-то, другое название такой же формулировки Хантингтона – понятие «русский мир». Это понятие, его популяризация во многом обязана Александру Дугину. Мы о нем будем говорить, который и определял русский мир не просто как языковой мир русского языка, но, прежде всего, как государство цивилизации. И такой подход совершенно хорошо встраивается в схему Хантингтона. И живет борьбой за цивилизационное влияние. Говоря «русский мир», мы подразумеваем, прежде всего, вот это цивилизационное влияние, которое происходит постоянно, перетягивание каната в ту или другую сторону. Ну, о продолжении и о развитии этой идеи в философии Александра Дугина мы поговорим. А пока другая тоже страничка из вот этой теории различных столкновений автора Джорджа Фридмана. И книга его называется «Следующие сто лет. Прогноз событий 2021 года». Автор не настолько, конечно, серьезный, но, тем не менее, это тоже книга-бестселлер, написанная в 2008 году. И я бы хотел прочитать несколько цитат из нее. «Нас ждет второй виток холодной войны и горячая война между Россией и НАТО, которая будет порождена движением НАТО на восток». 2008 год, подчеркиваю. Дальше он пишет «Тесные границы без буферных зон и объединение против нее соседей – вот с чем не сможет смириться Россия. Вот почему ее последующие действия будут касаться агрессивными, хотя в действительности носить оборонительный характер». И третья цитата, которая показывает, что перед нами вовсе не человек, желающий понять и хорошо относящийся к России, а как раз носитель западной точки зрения. Вот он пишет. «Развязанная Россией война в Восточном Европе в начале 2020-х годов, обращаю внимание, за 15 лет до нашего времени, станет первым геополитическим потрясением 21 века в мире и приведет к распаду России в первой половине 2020-х годов. Рухнет военная мощь России. В итоге разрушительной войны, бедности, коллапсы, инфраструктуры, усилий США по изоляции России и нарастающих внутренних протестов Россия в итоге распадется на некое количество государств в первой половине 2020-х годов и больше не вернется уже в сферу мировой политики и истории, как не вернулась после поражения 100 лет назад и распада Атаманская империя». Как вы видите, точка зрения очень очевидная и, наверное, она питала не одно поколение политических экспертов на Западе. Очень, как говорится, в точку, но, надеемся, не с теми результатами, которые эти мыслители предвидели. Двигаемся по Хантингтону и вот его, можно сказать, подхватившего его мысли Александра Гелевича Дугина. Это, кстати, наш автор. И он, конечно, немножко по-другому ставит вопросы геополитики. Для него ключевое понятие – это понятие большого пространства. Это и есть условия политической субстанциальности. И, разумеется, Россия, как вот по рождению, обладающей таким пространством, она уже генетически предрасположена к геополитике, к тому, чтобы быть политически субстантивной, как немногие государства в мире. И вот он пишет о перспективах вот этих вот движений и цивилизационных столкновений. В современной геополитической ситуации вопрос стоит чрезвычайно остро. Либо планетарный новый мировой порядок под руководством США, где все государства и народы будут безличными и послушными винтиками мандиалистской, технократической, атеистической, торгашеской, диснейлендовской космополитической модели, либо немедленное создание геополитической оппозиции, атлантизму и мандиализму, и организации потенциально антимандиалистских, традиционных и почвенных народов и государств в альтернативный блок или в несколько блоков. Сегодня ситуация является настолько критичной, что почти неважно, каким образом и под каким знаком может возникнуть альтернативное большое пространство. Эти мысли написаны примерно тогда же, как и американские мыслители, то есть довольно давно, десятилетия назад. И вы видите, для Дугина не так важно, что это будет сама Россия. Это должен быть альтернативный блок, альтернативный полюс вот тому американскому мандиализму, глобализму, который уже тогда был очевиден. Но как может развиваться событие при формировании блока? Вот он пишет дальше. Конфликт, называемый американскими стратегами, войнами малой интенсивности, а это речь идет о расколах на российском и евразийском пространстве между своими соседями, возможности такой войны со своими соседями, войны малой интенсивности. Вполне может удовлетворять интересы мандиалистского лобби, если он дестабилизирует стратегическую и политическую ситуацию в России и шире в Евразии, став локальным, затяжным и двусмысленным. То есть такая война играет на руку американскими империалистами. При этом схожесть культурно-социального типа между населением России и бывших советских республик, в скобочках Украины, сделает данный конфликт братоубийственным и воистину гражданским. В случае славянских республик это будет еще и внутринациональной трагедией. Вот так вот Александр Дугин, который сегодня у нас олицетворяет патриотизм и, так скажем, воинственный патриотизм, писал 10-15 лет назад. И, конечно, сам он, вот его дочь Дарья Дугина, по сути дела, жертва на алтаре этой же междоусобной трагедии, о которой он писал. Мы ему, конечно, выражаем соболезнования. Но он предвидит, как будет двигаться вот в этом случае развязанные таких конфликтов внутри русского мира. Ситуация, это, в общем-то, и есть тоже евразийский поворот, который мы сегодня наблюдаем. И вот как он оценивает его последствия. Даже если русским удастся отвоевать у соседей часть исконно русских земель, о них речь идет, исконно русских земель, ценой за это может стать появление новых враждебных государств, которые будут отброшены в лагерь главных противников России, то есть мондиалистов. И в таком случае новая имперская интеграция, необходимая России, будет отодвинута на неопределенный срок. И дальше. Все эти варианты чреваты дальнейшим расколом геополитического и стратегического пространства России, даже в том случае, если определенные территории перейдут под российский контроль. Следовательно, гражданскую войну патриоты должны предотвратить любым способом. Вот так вот он предсказывал тот поворот событий и так его оценивал, который, собственно, мы с вами наблюдаем. Ну и понятно, геополитическая борьба осуществляется мягкой силой. И такие вот конфликты за территорией, за влияние, они наоборот действуют контрпродуктивно. И вот на этой карте Дугина мы тоже видим, что, по сути дела, те края русского мира, которые во времена Советского Союза были гигантскими, в следующей эпохе уже подсократились, и вот сегодня происходит еще более серьезный, заметный сдвиг уже к евразийскому центру. Союзники на западной границе с Россией в виде Прибалтики, Украина, образуется такой антироссийский, можно сказать, фронт, вот о чем он пишет, самые воинственные противники, а союзниками нашими остаются вот евразийская ось, по сути дела, Средняя Азия, ну, в первую очередь, нашей республики Казахстан, ну, и такие вот союзники, как Иран, Афганистан, Китай, то есть мы ушли далеко в Азию, что Дугин в то время, конечно, не поддерживал, но сейчас у него другая позиция, уже, так сказать, исходящая из ситуации, имеем, что имеем. Ну, и обращу ваше внимание, вот, Дугин говорит о многополярности, наши политики говорят о многополярности, но это, конечно, не новое изобретение, кто помнит Горбачевскую перестройку, и тоже те речи и идеологемы многополярность, и в тот момент был один из основных тезисов Михаила Горбачева, то есть Россия всегда выступала за эту многополярность, и в этом ничего нового нет. Но вот новое в той фракционности и новом расщеплении мира, который последовал после вот этой идиллии 90-х и реализовался в достаточно глубокое проникновение глобализации, которая сегодня начинает отступать. Итак, вот как выглядит столкновение цивилизации, в которой мы оказались, но мы с вами не останавливаемся на концепции, предложенной Хантингтоном, и она тоже, как мы отметили, во многих пунктах спорная и неочевидная, но тем не менее ясно, что цивилизации, такие большие образования, системы часто борются, и концепции борьбы несколько. Вот сама холодная война, которая предшествовала распаду СССР, это было уже крупнейшее в истории столкновение социальных систем, систем социального устройства, ей понятное объяснение давал марксизм, объясняя это, прежде всего, как столкновение социализма и капитализма, столкновение классов, и казалось, что если вот это вот предпосылку борьбы убрать, то тоже наступят более гармоничные времена, нет. Хантингтон, как мы сказали, немножко уменьшал размеры этих политических субъектов, ценностные системы коренятся в цивилизации, их языке, традиции, религии, и вот этот вот комплекс, неуживаемый друг с другом, порождает столкновение. Но есть еще и третья концепция, даже более распространенная, чаще всего ее ассоциируется с Бжезинским, когда речь идет о столкновении по линиям разграничения идентичности, это прежде всего по национальным интересам. Это уже входит в принципы политического сосуществования государств и национальные государства, они тоже предрасположены к тому, чтобы все время бороться за свои интересы, все время сталкиваться в этой борьбе. Из этого вытекает закон равновесия и баланса интересов, который тоже говорит о том, что если только нарушены такие балансы, то жди беды, жди войны. Но тем не менее, смотрите, что мы сегодня имеем. Мы имеем и системы, и в частности социалистическую систему, на самом деле с уходом СССР с исторической сцены социалистическая система совершенно не ушла. Китай, Вьетнам, Корея, Куба, довольно много государств, учитывая население, это чуть ли не треть населения Земли сегодня представляет социалистическую систему. И тем не менее, конфликтов, о конфликте сегодня речи нет, никакой холодной войны системы. Существуют цивилизации, которые выделил Хантингтон, и существуют национальные государства. мы знаем, что и между цивилизациями тоже совершенно не обязательно должна быть война. Все они, и системы, и цивилизации государства способны жить без конфликтов. Для геополитического мира необходим, во-первых, баланс национальных интересов и гарантии национальной безопасности, но и также, если для геополитического мира нужно, чтобы государства жили в такой более-менее гармонии национальной безопасности, то для осуществления и существования цивилизаций необходима ценностная гармония. Для мира между цивилизациями необходима ценностная гармония, а вот ценностный диссонанс он порождает цивилизационные конфликты. Значит, мы имеем сегодня именно такую ситуацию. Но сегодня, как мы часто можем из медиа слышать, даже не только понять, сегодня линия фронта проходит по границе традиционных и нетрадиционных ценностей. И любая картинка СМИ знакомит нас с этой причиной растущего конфликта, прежде всего под именем ЛГБТ. И вплоть до такого немножко курьезной комичной ситуации, когда все беды мира сводятся вот к этим несчастным ЛГБТ, как будто это воинство и мощная сила, угрожающая человеческой гармонии. Но на самом деле, конечно, не сами меньшинства являются источником таких угроз, а более глубокие факторы, лежащие в ценностной структуре. и вот примером разъяснения, как глубоко идет вот этот конфликт, вызываемый нетрадиционными ценностями, мы можем прочитать и услышать от патриарха Кирилла. Вот его речь 6 марта 22 года, где он говорит следующее. Наша позиция принципиальное неприятие так называемых ценностей, которые сегодня предлагаются теми, кто претендует на мировую власть. Сегодня есть такой тест на лояльность этой власти, некий пропуск в тот счастливый мир, мир избыточного потребления, мир видимой свободы. А знаете, что это за тест? Тест очень простой и одновременно ужасный. Это гей-парад. Требование ко многим провести гей-парад и является тестом на лояльность тому самому могущественному миру. И мы знаем, что если люди или страны отвергают эти требования, то они не входят в тот мир, они становятся для него чужими. Это вот при первом приближении, а более глубоко вот почему. Если человечество признает, что грех не есть нарушение божественного закона, если человечество согласится с тем, что грех это один из вариантов человеческого поведения, то на этом закончится человеческая цивилизация. А гей-парады и призваны продемонстрировать, что грех это одна из вариаций человеческого поведения. Вот почему для того, чтобы войти в клуб тех стран, необходимо обязательно провести гей-парад. ну и наконец патриарх уже говорит о самой сути. Поэтому то, что сегодня происходит в сфере международных отношений, имеет не только политическое значение, речь идет о чем-то другом и куда более важном, чем политика. Речь идет о человеческом спасении. И все, что связано с оправданием греха осужденного Библии, является сегодня тестом на нашу верность к Господу, на нашу способность исповедовать веру спасителя нашего. Вокруг этой темы сегодня идет реальная война. Эти слова были сказаны через две недели после начала СВО, и как это все чувствуется, это было одно из духовных объяснений, почему возникла эта война, каковы самые глубокие корни этого противостояния. Они лежат в ценностях. Так что давайте с вами немножко поглубже разберемся о том, что такое ценности, чем они питаются, чем провоцируется вот такой ценностный конфликт. Мы не раз на этом останавливаясь, может не всегда так основательно, как сделаем это сегодня. Ценности это базовая широко распространенная категория сознания, которая отражает не фактуру объективного предметного мира, а структурирование субъективного идеального мира. То есть это не предметные вещи, это прежде всего идеальные вещи нашего субъективного мира культуры. Очень широко и подробно обосновали вот эту сферу когнитивную неокантианцы. Их было довольно много ярких мыслителей. И вот они описывали то, что область действия ценностей это оценка событий и предметов. И как вот они говорили подведение по ценности, отнесение к ценностям это вот такая характерная именно для этой когнитивной операции функция и по сути дела ключевая функция мировоззренческой навигации. Без этого действия мы просто не можем ориентироваться в мире. именно ценности позволяют ориентироваться в человеческом мире. Внутренний мир человека составлен не из предметов в первую очередь, а из ценностей. Вот это я постараюсь все время в своих выступлениях подчеркивать. И например слово мать. Что для нас является мать понятие. конечно это и женщина, но все-таки не женщина конкретно и даже не ее личность. Мать в нашем понимании это ценность, это некое святое начало, которое никакого, которое не может быть поставлен никакого знака сомнений. И вот вся наша жизнь организована вокруг подобных комплексов ценностей, комплексов святилища, скажем, комплекс главных таких мировоззренческих ориентиров. Что для них типично в первую очередь? Ценности не могут быть поставлены под сомнение. Их собственно нельзя опровергнуть или доказать как вот предметные реалии, потому что первое их нет. Их просто объективно нет. А с другой стороны ценности это то, за что человек готов жертвовать, чтобы оставаться самим собой. Жертвовать собой, жертвовать всем, что он имеет. То есть это ничто, но такое ничто, которое дороже всего. И вот эти все комплекс понятий отчизна, мать, бог, семья и так далее. Это такие спокойные базовые структуры сознания, которые определяют нашу жизнь, нашу повседневность, но до тех пор, пока им ничего не угрожает. Угроза ценности это в первую очередь поставление ее под сомнение. То есть поставить ценность под сомнение, то есть уравнять добро со злом, это самое болезненное, что может произойти человечество, это акт разрушения внутреннего мира сознания, который человек готов защищать. И с одной стороны он готов их ценности, вот эту реальность защищать, и с другой стороны это соответственно поражает и становится источником агрессии в другой ситуации. то есть одна сторона мы защищаем наши ценности, другая сторона это наша миссионерская готовность продвигать эти ценности и вообще утверждение ценности как универсального начальника. Признание добра добром это тоже акт утверждения человека в мире. Он не может существовать просто нейтрально по отношению к ценностям. Он или защищает или утверждает. И в этом смысле ценности являются источником агрессии в кавычках агрессии миссионерства такой активности мироустроения который для других может выглядеть очень одиозно странно и тоже нести свою угрозу. И вот такие комплексы мы видим базовыми для разных цивилизаций для демократии демократии это ценность когда ее готовы защищать или в других случаях насаждать условно американцы ислам ценности когда ее готовы защищать или насаждать опять-таки условно некий мусульмане русский мир ценность когда его готовы защищать насаждать в кавычках русские или толерантность ценность когда ее готовы защищать или насаждать условно трансгендеры в общем ценности это другими словами границы цивилизационных столкновений где то что для одних добро для других является злом как работает вот этот когнитивный фон фокус ценностей это вроде нам и понятно с другой стороны мы как вот говорим прозой так же и не очень понимаем как работают ценности вот приведу пример из средневекового мышления которые очень яркие в этом плане этого типа мышления он вообще базируется на ценностном мышлении не так давно я был на куликовском поле там великолепный музей кто был тот знает очень много экспонатов различных там цитат висит и вот интересно для нас куликовская битва поворотный момент который как и в любой битве мы привыкли мыслить полководческим искусством почему победили одни проиграли там другие и вот казалось бы это очень естественное такое мышление причина победы в определенном сражении в определенной войне и вот если посмотреть все описания этой битвы вот наше выдающееся произведение где она описана например задончина или сказания о Мамаеву побоище или другие свидетельства то нам тоже вот это же осмысление нам тоже хочется видеть а как вот обобщали это в чем видели причину что славили полководческий талант или что вот интересно что вот о полководческом таланте о каких-то там шагах вот этих вот вообще нет ни одного слова ни в каком из этих источников а речь везде совершенно о другом ну вот несколько цитат и сказал князь великий Дмитрий Иванович брат князь Владимир Андреевич пойдем туда прославим жизнь свою удивим землю чтобы старые рассказывали а молодые помнили испытаем храбрецов своих и реку дон кровью наполним за землю русскую и за веру христианскую вот она в чистом виде формулировка ценности или другой князь же великий восплакал горько и сказал на тебя надеемся живоносный господень крест в том же виде явившийся греческому царю Константину когда он вышел на бой с нечестивыми и чудесным твоим видом победил их ибо не могут поганые нечестивые половцы твоему образу противостоять господи и покажи милость свою на рабе твоем вот здесь вот очень очевидно победил вовсе не полководческий талант не Дмитрий Донской а победил живоносный господень крест и собственно подтверждение этого можно там тысячи найти в этих текстах и они очень искренние вот о засадном полке который там решил исход битвы в решающий момент ведя резервы ну практически очень мало в этих свидетельствах слов а вот молитвы какие-то там пророчества свидетельства насколько Господь включается защищает русскую землю нет об этом только и разговор это как раз и есть яркое свидетельство вот такого когнитивного фокуса где решается победа победа решалась неполководческим искусством и не силой войск и вот наиболее яркое такое свидетельство вот этого мышления судебные побоища которых вы тоже хорошо знаете вообще правота на средневековом суде решалась через поединок побеждал никто сильней а кто прав да за с кем с кем бог и это было настолько естественно для средневекового мышления что никто даже не сомневался что может быть все таки этот гигант сильнее вот этого щупленького даже никто не сомневался ну и как сегодня погоду дает природа вот в те времена погоду давал только бог и никто иначе в общем скажем так что в средневековом мышлении была максимально нивелирована предметная рациональность и гипертрофирована ценная рациональность и мы имеем дело с двумя системами координат предметной и ценностной рациональностью которые зачастую забываем и ее далеко не всегда фиксируют что позволяют ценности они позволяют разделить на своих и чужих и это главный принцип навигации в человеческом мире принцип который очень хорошо осветил философ Карл Шмидт говоря о началах политики как о умении различать на мы и они и вот здесь я отразил уже следующий комплекс болезненных вопросов которые всегда вызывают брожение в том числе в нашем обществе после трансгендеров которые все закрывают но тем не менее есть и другие вопросы ювенальная юстиция там права человека гендерное многообразие глобализация которые тоже у нас ворчат нетерпимость фальсификации выборов и демократии вот это все ценности того мира и даже вот зеленая повестка хотя она совершенно вроде не вызывает противление и вообще все они все ценности они всегда формулируются красиво особенно вот эти права человека зеленая повестка в общем трудно что-то возразить но каким-то вот внутренним чувством даже вот таким ценностям есть предостороженность ну даже вот зеленые повестки то есть обращение к возобновляемым источникам энергии вроде со всех сторон хорошо но тем не менее и здесь вот как мне кажется существует некий протест в этом случае земля воспринимается не как почва на которой стоишь которая вот земля которую обрабатываешь и живешь в союзе с ней столетиями а как некая планета как нечто далекое непонятное ну как пример важно что вот они имеющие другие ценности они по сути дела не угрожают другим да исламу или русскому миру физически но они создают на земле другой мир и тот мир в котором не место мусульманам или там другим культурам в котором вот те же мусульманы просто не хотят жить вот я обращу внимание для того же Хантингтона основной импульс цивилизационного противостояния между западом и исламом ну и до сих пор собственно это остается в силе в общем мир которым они не хотят жить ну а вот от этих базовых ценностей человека строения мира мироустроения уже происходит переход к политическим ценностям и такой политический культурно обусловленной политической борьбе и на сегодня это уже не просто противостояние не просто мусульманский ближневосточный протест хотя вы чувствуете насколько он и сегодня обострился это русский протест это уже сегодня все громче африканский протест и это пусть еще не протест но азиатский вызов то есть все те цивилизации которые облепили запад сегодня переходят к некой новой активной фазе ну и говоря о том что все таки в этих ценностях ключевой момент противостояния почему именно они обращу на несколько самых острых понятий которые вообще не имеют отношения казалось бы к политике но которые формируют по сути дела сегодня повестку дня и например это слово аборт явление причем да это кстати и в западном мире одно из острейших проблем почему аборт для нас даже не очень понятно является таким вот острым фактором спора потому что он концентрирует весь ценный комплекс образа человека образа человека в его отношении с богом здесь речь идет о праве человека женщины по отношению к факту новой жизни и традиционализм относится к факту жизни как проявлению трансцендентного не того на что вообще чего может касаться где может решать человек в общем аборт он воспринимает как покушение на образ человека а не просто рождение детей гендер тоже почему он вызывает такие вот обостренный дискурс потому что это тоже существенный признак образа человека человек как биологическое биологическое существо оно двухполое это понятно однополое это противоестественное это нас может там как-то коробить и есть и мифологические формулировки описания этого естественного единственного вспомним андрогим Платона красивый миф который рассказывает почему человек двуполый и что это некий раскол единого существа некогда существовавшего к единому но для христианского мышления тут другие посылы и другие объяснения человек для христианского мировоззрения является образ Божий и мы знаем что образом Божиим является ангел как раз бесполы существо и казалось бы ангел выше стоит человека но для христианского богословия это не так в духовной иерархии человек стоит выше ангела и почему поскольку именно потому что он преодолевает расщепление своего существа как греховную ущербность через свое движение святости через свою духовность именно в этом он духовно выше даже ангела но только при этом условии и брак который тоже сегодня разрушается испытывает колоссальные перегрузки почему он так важен вот в этом ценностном противостоянии дискуссии потому что это социальная ячейка общества как социальная и естественная и религиозная начало человеческой жизни человек религиозный он не помнит другого состояния и не знает о нем что господь соединил говорится в библии то человек да не разлучит вот это и есть скрепы основная функция ценностей в общем скажем так что для традиционистического сознания то что освящено богом в человеке это и есть основа образа человека для традиционного сознания а вот права человека о котором много очень говорится сегодня это некий надуманный логический юридический умонастроение его традиционный человек чувствует это естественность первого и искусственность второго а вот для модернистского для прогрессивного умонастроения это и есть его ценности и это и есть его образ человека поэтому борьба за образ человека это центральный для ориентации в человеческом мире центр борьбы центр столкновения ценностей и цивилизации и вот теперь попробуем немножко обнажить фактуру как вот эта борьба структурируется конечно где начинается борьба за ценности обязательно включается политика политика берет ценности на щит и политика это вообще область обостренной чувствительности и профессионарности и вот тот комплекс вокруг сегодня которого именно в политике политические ценности ведется спор в политике о ценностях ну во-первых это спор демократии и авторитаризма демократия тоже как такая уже сформулирована как безусловно безусловная ценность которую очень трудно оспорить все за демократию у всех демократия и вот на фоне того что все там ее хвалят мы видим сегодня как вырастает и крепнет в силах в силе авторитаризм идеология авторитаризма очень плохо сформулирована и практически не вербализована но она побеждает побеждает силой и она выдвигается постепенно и в умах тоже как некий просвещенный консерватизм выражение просвещенного консерватизма как защитник устоев защитник вот этих самых ценностей и скреп а вот второе разделение правые и левые привычно движущие противоречия политики сегодня как кажется сходит на нет сегодня нет ни левых ни правых во всяком случае очень непонятно кто кто левый кто правый все традиционные там ориентиры не работают и я бы хотел сформулировать вот настоящее ценностное содержание политических программ по-новому как прогрессизм и консерватизм и когда прогрессизм заходит слишком далеко он порождает консерватизм вот это ориентир для левого и правого и вот дальше подробнее поговорим о вот этих силах политических двигателях как бы общественного процесса прогрессизм в разное время он выступал по-разному как буржуазный либерализм когда боролся за юридическое равноправие французскую революцию в прошлом веке как пролетарский социализм когда боролся за экономическое равноправие ну не сказать в 19 веке было очевидно вместе с марксизмом а вот в прошлом веке наверное его формой был технократический модернизм сегодня главная прогрессивная ценность это гендерное равноправие и толерантность и вот в их отношении между собой консерватизм я бы от обратного определил как некое охлаждение перегрева как некая идеология здравого смысла именно в отношении прогрессизма это требование построить мост между старым и новым ценностным миром и по сути делом на консерватизм обречены те кто не генерирует модернизационное ускорение то есть прогрессивную повестку а наоборот недоволен ей и вынужден реагировать на него прогрессизм он расширителен он направлен вовне консерватизм наоборот сконцентрирован он направлен внутрь и вот сегодня для него самый острый кризис мигрантский вот в этих чертах мы уже видим да как правое и левое сегодня в принципе это тоже острая борьба например в США между демократами и республиканцами вот в этих терминах они обретают плоть ну и стоит заметить что Россия всегда уже по своему географическому и цивилизационному евразийскому расположению по отношению к Европе как вот генератору прогрессизма всегда была вынуждена быть консервативной силой почему запад выступал и выступает такой топкой прогрессизма ну вообще модернизационная динамика родилась западноевропейской цивилизацией и до сих пор он эту пальму первенства не отпускал прогрессизм всегда сначала вот западной цивилизации был в наступающей позиции он более творческий он более конкурентоспособный его инспирить его инспирируют новые технологии он всегда более силен сегодня модернизационная динамика скажем так прошла стадии либерально-буржуазной и социалистической доктрины остановимся подробнее на технократической волне как в технократии выражался прогрессизм это началось после военной эпохи и эта технократическая волна была сконцентрирована на научно-техническом прогрессе который как бы был всегда нейтрален и лишил культуру ценностной борьбы боролись правые и левые а вот этот технократизм он стоял как бы в сторонке и двигал эволюцию и цивилизацию и тем не менее именно он сформировал новую дилемму современную дилемму которая и должна объяснять столкновение ценностей сегодня она звучит чаще всего как противоположность модернизма и постмодернизма или индустриализма и постиндустриализма противостояние как вы согласитесь очень непонятное даже специалистов не только для общественных масс и политиков чтобы в этом разобраться требуется глубоко погрузиться я здесь только упомяну одного из выдающихся философов современных Юргена Хабермаса наверное у него можно глубже всего вот эти внутренние противостояния подчеркнуть и вот он выделял три три формата рациональности диалектику стратегической рациональности которую развивал Макс Вебер диалектику далее системной противостояния с системной рациональностью Толкота Парсона и коммуникативной рациональностью которую он развивал сам стратегическая и системная рациональность воплощения модерна коммуникативная рациональность воплощения постмодерна в общем гармония постмодерна по Хабермасу это такая коммуникативная дискурсивная ценностная опирающаяся на жизненный мир вот в этих терминах нет такой очевидной внутренней борьбы все это виды технократической рациональности тем не менее вот на основании этой вот технократической рациональности западное общество постмодерна и выстроило свой комплекс ценностей который сегодня порождает борьбу и протест и вот как можно сформулировать эти понятия которые начинаются как ценности продолжаются как некие практические реализации и завершаются как следствие в виде борьбы и уже совсем своего перевоплощения права человека и толерантность начинается как такие светлые чистые ценности в обществе воплощается в порядок гендерного разнообразия который рождает протест и с точки зрения противников уже выступает как распущенность недопустимая распущенность точно так же демократия сначала в венце из роз дальше превращается в цветные революции в слабых обществах и завершается свержением политических режимов с чем уже страны юга не могут смириться так же глобализация в начале как обещает как гармоничный светлый мир будущего реализуется как мондиализм с властью одной политической субъектностью и реализуется как политическая доминантность которая подпочиняет все и вся выступает как некая полицейская сила вот такое перевоплощение или так скажем две стороны Януса ценностей постмодерна ну а я бы здесь добавил или подвел здесь марксистские термины базис этого ценностного противостояния я бы назвал базисом противоположность финансового капитализма и промышленного капитализма то есть индустриализма вот это вот экономический базис а вот идеологическая настройка этого противостояния идеология гражданского общества оно же сетевое информационное медийное горизонтальное и национальное государство с национальным сознанием и вертикальностью иерархическим построенным обществом но это только на полях двигаем дальше и постараемся разобраться с содержанием борьбы правых и левых прогрессизма и консерватизма почему не работают традиционные политические концепции которые связывали социализм со справедливостью с диктатом с властью государства правых правых юридической справедливостью борьбой там за ценности но опять-таки я располагаю это прежде всего в историческом развитии правые выступали за юридическую справедливость то есть за ценности права равноправия ну и интересы буржуазии левые за экономическую справедливость ценности социального распределения и равноправия за интересы рабочего класса вот эти обе повестки отыграны и классовое общество растворилось поэтому им больше не удается зацепиться за свои прежние обоснования и понятия сегодня перед нами общество мобильной структурации словами социолога Гидденса то есть общество самостоятельных групп и субкультур или сингулярное общество понятия социолога Рэквитса то есть сугубо индивидуализированное общество как говорил Шекспир связь времен распалась все существует само по себе кусками вот тех вот крупных образований классов или еще каких-то зацепов больше просто не существует и вот в таком обществе просто нет места понятия справедливости скажем так сегодня человеческий мир ориентация в нем чрезвычайно усложнились появилась комплексность ценного мира ценностного мира это вот уже не та ситуация где ценности хватало скажем так на одной руке это уже ситуация когда комплексы ценностей разных сообществ вращаются в одном плавильном котле сталкиваются друг с другом и практически здесь разобраться очень сложно кто прав кто не виноват у кого за спиной ценности а у кого наоборот зло политика конечно она имеет уникальную способность сводить эту комплексность простым противостоянием мы и они превращать мир в черно-белый но мы видим сейчас что и она не справляется с этой своей функцией сейчас фаза когда политика только разбирается в новой ситуации и тем не менее то что она разбирается и то что она выявляет новые ориентиры тоже очевидно исходя из этого угрозы прогрессизма для консервативного сознания они связаны не просто с угрозами традициям конкретным традициям или авторитарным режимом а с разрушением понятных принципов мироустройства вот сам по себе вот этот социальный хаос для консервативного мышления неправильный и неприемлемый ну а второе столкновение которое происходит сегодня они питаются не классовыми не цивилизационными ценностями а в основе их более глубокие ценности мировоззренческие когнитивные и в этом специфика нашей исторической ситуации за прогрессизмом сегодня стоит не экономическая концепция как было у Маркса а концепция разума противником консерватизма является доктрина вычислительного разума о котором я говорил и хочу теперь к нему обратиться вновь ну и это как мы увидим обнажает целевой рубеж этого прогресса создания искусственного интеллекта вот как некая точка ориентации и для прогрессистов и для консерваторов ну попробуем разобраться теперь что происходит и почему именно вот эти истоки ценных ценностного конфликта совершенно новые для истории становятся ключевыми про вычислительный разум мы в этом нашем цикле неоднократно говорили повторим главную ценности формируются жизненным укладом человека а не предметом мира природы мы начали с этого и каковы и каковы бы ни были формы политического устройства они существуют обычно в условиях параллелизма жизненных форм изоморфизма жизнеустройства вот свое время враждовали социализм капитализм но при этом жизнь содержательная у них была очень похожа мы видели рекламу которая там в этом буржуазном обществе она нас удивляла но при этом мы смотрели фильмы и мы точно так же понимали чем живут люди по ту сторону жили они примерно тем же что и по нашу в общем люди в одной системе живут тем же что и другие эти ценности эквивалент даже сегодня у нас закрыт как бы голливуд но мы смотр это уже для нас некий противник но мы смотрим эти фильмы так же как и вчера и там ничего против не имеем вот этот изоморфизм жизнеустройства он сегодня нарушается и попробую объяснить это философски эпоха общества до модерна то есть традиционное общество которое мы говорим отталкивалось от когнитивных механизмов практического разума я прибегаю к понятию канта по которому практический разум в отличие от чистого разума определялся применением идеи к действию который определял цель который определял мораль отвечал за поведение человека в частности категорический императив практического разума он же отвечался идеалы за ценности вот именно отсюда из идеи диалогии практического разума черпают свои истоки неоконсианства назовем всю эту область мысли топологии прикладного практического действия он очень близок к тому взгляд консервативный Кант вообще не оперировал категориями качественного и количественного но его категориальное мышление определяет содержание бытия то есть качественные параметры бытия и вот здесь бы я прибегнул также к понятию Хайдеггера постав это было главное обличение европейской культуры у Хайдеггера постав как вот такое качественное закостенелость содержание остановка бытия игнорирующая его движение его жизнь пульс и вот собственно переходом от такого застойного скажем так да нединамичного понятия разума была философия Гегеля которую напомним и инспирировала марксизм социализм вот всю вот эту движуху которую мы с вами видели в истории Гегель вводя отношения бытия в себе и бытия для другого построил диалектику качества и количества вы помните что эта диалектика очень важное значение переход качества в количество и он трактовал количество как снятого качества как бытие для иного то есть Гегель обозначил место мышления не связанного с качеством и предметной определенностью это была для Гегеля логика в дальнейшем чистая математика и в их развитии это и есть вычислительный разум вот так я определил как бы философии философское место как вот произошел вот этот переход к вычислительному разуму ну и скажем так математика она существовала всегда как чистая наука но с изобретением компьютера эта чистая возможность обрела пространство операций действий прикладного применения мира вычислений вот не было столетия назад мира вычислений и есть в этом есть разница и вот это вот изменение мира оно стало возможно благодаря ослаблению качества и определенности пользу количественную вот через эту дырку так сказать когнитивную и вошел в наш мир вычислительный разум как человек стал носителем вычислительного разума компьютерные операции имеют силу эффективность в работе с объектами опять-таки вытекая из снегеля с объектами деградирующие определенности с бескачественными данными раньше с ними не работали объекты деградирующие определенности бескачественности это реализуется посредством стандартизации предметной действительности вот плоский мир Фридмана сила слабых связей Грановеттера как формула социальных сетей вот все эти наши явления жизни новые формы жизни они происходят из этого источника бескачественности количественности но поскольку компьютер не может развиваться человек начиная с 90-х годов активно адаптирует предметный мир к формам с которыми работает компьютер то есть сам вычислительный разум идет так сказать ему навстречу и вот здесь вот я повторяю очень много раз что носителя источник и носителем вычислительного разума является конечно не компьютер а человек потому что формирование метрики мира отливание предметного мира в одноликие формы данных вмещение его в прокрустово ложе вычислительного разума это есть основное занятие человечества сначала цифровой эпохи и этого мало более важная задача формовка человеческого мышления в категориях вычислительного разума цифровое образование переход человека к образу мышления к гениального вычислительного разума и здесь я хочу привести только один пример но мне кажется на нем все поймут вот это сопротивление ЕГЭ мы видим что постоянно ЕГЭ все ругают ему сопротивляется его все время обсуждают клянут но она остается вот это сопротивление ЕГЭ это и есть показатель динамики процесса потому что ЕГЭ это своего рода символ вычислительного разума один из самых ярких символов почему потому что в ЕГЭ знания проверяются по сути дела машиной они проверяются в формате вычислительного разума то есть формализованы количественной а не качественной форме и вот этот сам факт критерий как патриарх Кирилл определял критерии вообще современный несовременный греховный негреховный мир вот здесь может таким критерием может служить ЕГЭ то есть происходит сопротивление вообще против того что человека проверяет машина и ставит ему ключевую оценку поэтому искусственным разумом сначала владевает человек и потом он его переносит в компьютер машинную инфраструктуру своего окружения так вот это цифровая цифровой процессе происходит и что происходит в результате человек не стал мыслить как машина но он мыслит конгениально машине и он создает мир конгениальный вычислительного разума его ценности начинает соответствовать главному интересу построению мира конгениального вычислительного разума вот собственно формула откуда рождается вот это вот ценностная политическая борьба и собственно прогрессизм и был той силой которая подхватила доктрину продвижения вычислительного разума и построение цифрового мира и построил свои ключевые понятия и ценности как будет строиться этот мир и здесь мы видим во первых мандиализм и глобализацию как результат стандартизированного плоского цифрового мира в котором все связано со всем операции опирается на силу действий финансового капитала то есть числового начала это мир социальных сетей интернета медийный коммуникаций где происходит не просто общение а новая форма связанности с человеком основанная на горизонтальных связей переводе многообразных кодов их медиатор электронная коммуникация и вычислительный разум далее основные болевые точки тоже ключевые ценности миграционные права толерантность гендерное многообразие права человека это концепты которые дают зеленый путь любым формам социальных моральных экспериментов и сводят на нет ценность традиционных устройств и форм общежития поставим в этот ряд цифровые деньги и валюты не просто валюты они несут в себе новый смысл денег который доминирует над предметом и действием они являются как раньше эквивалентом его стоимости ну и наконец искусственный интеллект форма интеллекта воплощение пиковых возможностей вычислительного разума как некое будущее пришествие который служит человеку символом религиозного всемогущества страха и веры как некое божество будущего вот все это вещи и ценности которые защищают мир конгениальный вычислительный разум за который борется прогрессизм и еще раз подчеркиваю ценностям не нужно поклоняться достаточно считать что это хорошо есть они просто олицетворяют то будущее которое мы хотим которое стоит глобализация социальные сети интернет толерантность гендерное многообразие права человека цифровые деньги искусство мы пришли к пониманию что стратегия цивилизационного развития ведущая к построению искусственного интеллекта черпает свои истоки в интенциях вычислительного разума промежуточный вывод это объясняет что протест который направлен на ценности прогрессизма то есть консервативный протест черпает свои истоки из рациональности противостоящего вычислительному разуму из традиционных форм и установок практического разума и консерватизм его современных формах противостоит не только новым формам прогрессизма по сути делает эквивалент расшатыванию традиционных условий но и его образом ушления его когнитивной парадигме и это как раз сложнее всего потому что внутренние ценностно-нейтральные текущие и когнитивные процессы сложнее всего выявить то есть консерватизм очень сложная задача сегодня общее настроение охватившее цивилизацию в том чтобы ограничить глобализацию миграционные процессы подпитку оранжевых революций в нестабильных регионах насаждений демократии и вот это охлаждение политической динамики которую мы замечаем расширение авторитаризма горячие конфликты между левыми и правыми и формируется в повестке правых какая она сегодня за ценности семьи то есть против гендерной повязки повестки либерализации семьи за укрепление государства и безопасности за концентрацию национальных интересов против миграционной политики против расширяющейся глобализации за поддержку религии поддержку традиционных укладов коммунитаризм то есть концентрация на внутренней локальной жизни толерантность к авторитаризму как традиции власти рода отца патриархата вот это повестка дня так сказать правой мысли но почему все-таки прогрессизм всегда выигрывает потому что здесь присутствуют внутренние сложности как формулировать вот это противостояние как с этим бороться ценности они всегда относятся к определенному бытию тому что есть человек а не как он есть поэтому как мы сказали очень сложно противостоять и противодействовать технике как ценностно нейтральному средству ценностей характеризуют результаты не средства и вся борьба всегда нацелена на некие результаты лудиты в свое время крушили станки но не тот когнитивный процесс научного прогресса и производительной экономики который создавал эти станки и так собственно происходит и технический процесс он всегда выигрывает бытовым комфортом своей нейтральной эффективностью ведь он никогда не включается в ценностные битвы но вот через это и происходит глубинные цивилизационные изменения этот технократизм он подспудно все равно устроит мир по-новому и учит мыслить по-новому а вот у консерватизма нет способов рационализировать и разоблачать технику он предчувствует подвох он относится к технике с недоверием но у него нет средства даже концептуализации средств противодействия кроме ограничений я бы здесь привел пример очень яркого консервативного мыслителя Константина Победоносова в конце 19 века вы помните это не просто человек имевший колоссальную власть в культуре как Блок говорил как сова распахнул свои крылья все остановил может все движения нет но он был еще и очень ярким интересным писателем и кто его читал может увидеть он тоже очень умный бесспорно он вот этим новым понятием по сути не мог ничего противостоять как политик он влиятельнейший министр при Александре Тетя потом при Николае даже он остановил время но как мыслитель он его основной слоган был одумайтесь он просто взывал к здравому смыслу и как бы старался разоблачить эти ложные символы современности вот так собственно такую родовую печать на мой взгляд несет себя к консервативной мысли потому что у консерваторов нет особого отношения к технике в том числе к компьютеру к вычислительному разуму нет понимания их и ведь никто не борется против искусственного интеллекта сегодня например борьба ведется за то чтобы искусственный интеллект просто был инструментом служебной технологии а не самим по себе но в том то и дело что надо разобраться что такое искусственный интеллект сам по себе ну и вот в этой диалектике обратим еще внимание на то что и прогрессизм и консерватизм имеет свои крайние формы когда заканчивается диалог между ними или он становится невозможен то прогрессизм переживает революционную радикализацию но и консерватизм имеет тоже свои крайние формы архаику слепое отрицание и вот тогда они смыкаются в анти интеллектуальной религии насилия и в смертельной борьбе между собой причем обе стороны становятся фашистами столкновение и война происходит между радикализмами и конечно речь в том чтобы не довести до этой стадии до этих пор можно отступать и когда консерватизм отступает он постепенно модернизируется он догоняет и шатка-валка дает цивилизации именно тот темп который она способна выдержать и о будущем нужно думать конечно до столкновения а не после него ну и вот мы уже подошли к той ситуации острой которая генерирует столкновения которые нас ожидают которые мы уже вошли и перед этим я бы еще хотел посвятить на особом кейсе внимание тому как действует техника и базовые цивилизационные изменения на ценностную структуру общества мы с вами имеем такой яркий пример в виде 20 века начало 20 века когда прошли две мировые войны собственно ее часто называют одной мировой с двумя стадиями человек разрушительными абсолютно жестокими нечеловеческими когда разрушились одно момент четыре империи наша страна вторглась в какой-то странный эксперимент на 70 лет вот можно ли сказать что технический прогресс начала 20 века то есть цивилизация двигателя внутреннего сгорания цивилизация электрическая цивилизация телефона вот именно эти чудесные изобретения человечества породили все эти чудовищные последствия у нас не принято делать эту связь технократы всегда идут своей дорогой но давайте вот несколько цифр что такое индустриальная революция начавшаяся в середине 19 века за полстолетия до вот этих вот жутчайших событий четырехкратный демографический взрыв если в начале ну я тут все цифры всеми цифрами не обладаю но как пример в начале прошлого столетия на планете жили 1,6 миллиарда человек к началу нынешнего столетия уже было 6 более 6 миллиардов человек и вот этот вот демографический взрыв как раз вот на конец 19 столетия падал первую половину 20 рост национального дохода на душу населения в ведущих странах с 1894 по 1913 года то есть практически за 20 лет составлял 50 80 процентов то есть люди богатели в целом общество с такой бешеной скоростью в то время как столетия даже тысячелетия до сих пор они жили примерно в одном и том же укладе жизни без вот этой всей технической колоссальной эволюции ну и еще конкретно в России с 1990 до 1913 число фабричных заводских горных железнодорожных рабочих возросло более чем два с половиной раза с полутора до четырех с половиной миллиона человек а в совокупности рабочих было 18 миллионов более третье население это люди которые в предыдущем еще поколении были крестьянами в большинстве и основная эта масса ушла из деревень ушла из деревень пришла в города взрыв городов вы можете по этим цифрам судить насколько колоссальные социальные изменения были вызваны вот теми самыми техническими нейтральными факторами ну а реакции и были структурные логические совершенно изменения общежития причем в разнонаправленных видах человечество не знало как на это все реагировать и были различные эксперименты большевизм социализм СССР всего лишь на 70 лет с исторической точки зрения ничто вообще едва ли два поколения но был ли это случайный исторический вывих нет это была исторически обусловленная форма индустриализации то какое нашло общество вот в свете технических этих вызовов нацизм в Германии с идеологией НСДАП разжиганием второй мировой войны нацизма это был вывих нет это была исторически обусловленная форма индустриализма а вот выжила победила форма капиталистического государства модели США и Британии фордизм с потребительской экономикой с демократией то есть все-таки цивилизация нашла формы более-менее мирной куда она вот эту вот энергию перенаправлена где она нашла формы в которых более-менее это новый вид жизни приобрел формы нормальности чтобы она выжила потребовалось остановить демографический рост погасить разрушающуюся экспрессию реализовать колониальную экспансию перенастроить общество на потребление избыточной продукции и тем самым компенсировать колоссальный выброс энергии вследствие технических преобразований то есть коренным образом переструктурировать общество так что вот пример как вот эта нейтральная ценностная нейтральная техника меняет ценностную структуру строения общества при этом цивилизационные столкновения имели самые разные формы но никогда не были направлены против техники которая и вызывала эти потрясения консервативные силы радикализировались и вызывали еще более жуткие ответы чем прогрессизм революцию архаики о которой я вкратце сказал и вот сожалению Россия и Германия именно такие формы и породили неизбежно ли аналогичные столкновения и здесь мы остановимся теперь на том тех различиях которые прежние цивилизационные столкновения отличают от нынешних до сих пор война старого с новым происходила внутри общества или государства и как правило в виде революции или гражданских войн сегодня же в глобализированном мире общество одно соответственно ключевые столкновения происходят уже между государствами и цивилизациями это цивилизационное отличие но ясно что сила потенциалов возрастает многократно подобно ядерному взрыву в сравнении с обычными мы помним наши ядерные часы сейчас показывают несколько секунд до взрыва это все очевидно ведет к тому что оппозиции запад восток север юг приобретают и приобретут новые формы и здесь столкновение цивилизации имеет обманчивую форму возревания цивилизации цивилизации по ханкер он объяснял что вот это столкновение не только противодействием ценных сближением ценных комплексов да такое утрата дистанции но и то что каждая цивилизация особенно на юге она зреет становится сильнее и понимает как бы свои внутренние истоки свои края защищает себя так ну вот и это одна из мыслей которые я хочу здесь доказать что вовсе не цивилизационные вот эти истоки порождают это новое столкновение а за ними стоит еще более глубокий слой их противостояние питается энергией цивилизации как разных укладов ментально культурных образований и сегодня крупнейшее вот это противостояние выливается два таких один раскол два полюса цивилизация запада во главе с США как прогрессистская этнически вооруженная интеллектуально доминирующая цивилизация вычислительного разума политически формируется в НАТО и цивилизация юга где лидерство приобретает Китай как консервативная промышленно обеспеченная количественно преобладающая цивилизация традиционализма которая постепенно формируется в коалицию БРИКС ну а сдвиг который переживает Россия это не просто евразийский реванш да и столкновение цивилизации а это результат консолидации консервативных сил истории которые вот консолидируются в форме южной государства и чтобы показать экономическую подоплеку вот этого процесса вот диаграмма с простыми цифрами грядущие промышленное превосходство юга вы здесь видите разные государства и соотношение доли промышленности и доли сферы услуг мы с вами видим что США мощнейшая держава кстати индустриально все еще там не бывало мощное имеет в своей структуре только 20 процентов экономики индустриальной и почти 80 процентов экономики услуг в то время как Китай имеет почти 43 процента доли промышленности то есть в два раза больше удельный вес и 50 процентов доля услуг то есть полтора раза меньше вот это одно из свидетельств совершенно разной экономики этих двух устройств которые подпитывают прогрессизм и консерватизм ну а камнем преткновения возможно и станет тот самый пислоуто искусственный интеллект и наверное кто-то из вас смотрел недавно фильм вышедший недавно Созидатель в котором транслируется эта ситуация глобальной войны Запада против Юга Азии но в той истории почему-то именно Юг то есть Азия стала сторонником искусственного интеллекта и Запад идет на нее с войной именно против нее как цивилизации искусственного интеллекта вот по идее все должно быть наоборот но вот эта картинка все равно очень интересна что здесь все-таки тоже проговаривается тот сценарий который который мы приходим на основании своих умозаключений и мы видим те новые аспекты которые в этом столкновении проявляются новый смысл технологий до сих пор технические революции они извлекали резервы материальных энергий а вот новые ИКТ технологии они осуществляют переход от физики материальных энергий к физике квантовых энергий на уровне энергий пронцедентных к привычному жизненному миру человечества вот именно этот виток я тоже о нем много говорил перенаправил развитие из парадигмы материального развития в парадигму изменения концепции разума новый смысл войны за умы до сих пор техника собственно не касалась материальных ментально когнитивных процессов человека а вот новые формы медиа его потребления виртуальные формы коммуникации они меняют практики повседневности и общения практики жизненного мира новые выгоды приобретатель технологии до сих пор выгоды приобретателями технологии были страны запада поэтому они всегда побеждали а вот сегодня основными промышленными державами становятся страны юга и это полностью пересмотр расстановки сил ну и наконец новые последствия социальных трансформаций до сих пор социальные трансформации порождали классы и их борьбу друг с другом современные же технологии разрушают классы социальные структуры идеологии они хаотизируют мир не создавая внятную парадигму будущего и консерватизм а консерватизм наоборот вооружен идеологией смысла и порядка и вот тот ту бессменную победу прогресса над традицией она вполне может иметь другой исход ну а искусственный интеллект в данном ключе в своей пиковой форме он просто презентует эту технологию он если раньше технологии всегда было средство вот наконец у технологии появилось лицо и он презентует не просто технологии а именно воплощение этого когнитивного нового когнитивного порядка разума вычислительного разума человека то есть олицетворяет не как а что и становится поэтому формой нападка да технократия вышла под удар что называется то есть воплотила некое лицо некую субъектность если до сих пор борьба старого и нового шла за образ человека в рамках некой этики человека будущего то есть в рамках внутренней как бы этики человека то сегодня встает вопрос о новой этике которое должно найтись место для другого разума другой формы если не жизни то субъектности а эта задача посложнее ведь именно этика и мораль порождают трещины которые способны раскалывать цивилизации вот к таким соображениям мы приходим на пороге нашего нового учебного года может быть немножко я расплывчато хаотично говорил ну давайте по шажочкам пройдем пройденные сделанные выводы первый конфликт цивилизации о котором говорил Хантингтон разворачивается на наших глазах и делается нашими руками но за этим конфликтом стоит конфликт ценностей да однако речь идет не о разнице мира укладов а о когнитивных механизмах формирования и защиты ценностей и прогрессизм политическая доктрина которая идет в ногу с технической эволюцией человечества и меняет формы общежития его ценности консерватизм доктрина которая сопротивляется этим изменениям четвертая современная техническая модернизация является самым глубоким внедрением человека в логику природу природу субатомных структур и энергии открывая простор эволюции вычислительного разума вычислительный разум высшим воплощением которого представляется искусственный интеллект это не технология а форма мышления которые придуманы усваивают человек адаптируя свою культуру к работе вычислительных машин консервативное сопротивление этой форме изменения культуры оказывают страны юга порождая волну борьбы против глобализма правый поворот столкновения цивилизации которому и примыкает в данном случае российской федерации ну и главный вывод будущее после этого столкновения нам непонятно в общем такая вот противоречивая картина на мой взгляд формируется сегодня из нашей точки зрения мы собственно стоим перед теми же вопросами что и предшествующее поколение можно ли остановить прогресс и стоит ли его останавливать но мы знаем что история движется невзирая на индивидуальные какие-то хотелки не обращая внимания на философов которые что-то пытаются к этому добавить а силой является то как определял Владимир Ильич Ленин идеи идеи которые обладевают массами становятся материальные силы так что смотрим куда все это течет наблюдаем ну что ж коллеги благодарю вас за внимание довольно долго длилась моя лекция несколько сумбурно ну надеюсь что она что-то внесла понимание вещей тем кому это было интересно ну что ж сейчас прочитаю какие-то реплики может вопросы здесь были так вопросов специально не было примечания были в старых монастырях монахов за то что они ругали погоду наказывали думается что благословение сергия радонежского и отправка с донским двух иноков это так но есть еще важный момент дмитрий донской объединил почти 50 княжеств победа в единстве ну конечно я говорю что мы своими своим умом понимаем и находим свои причины для нас это сила как вы говорите который собрал дмитрий донской единство вот то что победы выписываясь богом условным мировоззрением героев тех событий которые выписали православное мировоззрение считает что без бога человеческое добро является относительным и условным настоящим же добром является то что согласуется с назначением человека то что согласуется замыслом бога человек красиво сказано благодарю дмитрий присоединяюсь к этому изречению но об этом и речь но я в данном случае еще делал акцент что не просто средневековое мировоззрение а что это мировоззрение основанное на ценностях и преимущественно на ценности даже гипертрофировано на ценности чего нет сегодня человек стоит выше англ в силу того что в лице христа соединилась с богом не ангельская природа а человеческая ну тоже да наверное соглашусь но мне кажется это не отрицает того что согласен смелевской есть история которая считает что именно в той битве Русь переду и ощутил себя не как многочисленная разрозненность а как единое целое ну в общем да но опять-таки вы говорите о целом кстати это как раз тоже прочитывается в тех текстах но это тоже ценность это тоже вот их единство было осознанно как ценности а я противопоставляю полководческому таланту уже как техники как техники борьбы где там резервы сопоставления сил вот они силы не сопоставляли когда братья друг на друга краму луковали пропаганы с победами пошли на землю русской и одолел его запчелось ну все правильно мне кажется я против этого точно о цифре мечтал Лервонтов но думается он был бы огорчен цифрой вот донской как я за всех зацепил не донской московского князь тогда еще никто серьезно не воспринимал людей вокруг донского сплотил тот факт что его благословил на биту Сергий Раднический а монахи который Сергий отправил с донским служили тому подтверждением но мне кажется вы тоже значение монахов переоцениваете как наши средневековые братья машину тоже проверяет в конечном итоге человек нет человека нет смысла в машине вот это вы правильно поняли мою главную мысль именно потому что задание дает человек такой получаешь не совсем понятна логика о наконец вопрос по которой спикер противопоставляет консерватизм и технический прогресс какая связь между нравственностью и техническим прогрессом и разве техническому прогрессу как таковому можно предъявлять нравственные требования нравственность неприменима к машине она применима к человеку ну что ж вот это вот главное наверное такое сердце что я и хотел донести да я хотел донести что именно технический прогресс порождает ценностные кризисы и нравственные проблемы да это очень не очевидно и практически никогда не очевидно люди борясь за ценности борясь за нравственность думают что вот они друг с другом и вот с этим добро злом борются да совершенно не учитывая вот этот техногенный фактор который и привел их к такому состоянию вот это я постарался выявить и дальше перенести на сегодняшнюю ситуацию когда тоже нам почти кажется что техника она сама собой а мы сами собой нравственно морально живем но вот оно пересекается и эти точки пересечения очень глубокие которые несколько слоев несколько философских слоев глубь уходит далеко не всем философам даже очевидно вот но вот они и о них и надо думать так вот Дмитрий нас сегодня обогатил Лука Война Ясенецкий доктор медицины Николай Перестов эти люди являлись консерваторами но это не мешало им двигать прогресс никто из них не сказал что технологический прогресс это плохо хороший пример но можно я вам еще лучше дам пример Илон Маск тот который у нас сегодня олицетворяет вообще символ всего этого прогресса причем именно вычислительного разума и космос и искусственный интеллект и все социальные сети то есть ему удалось действительно стать прямо олицетворением вот этих вот сил прогресса вот и он же консерватор который первый опубликовал декларацию требующую приостановить развитие искусственного интеллекта это тот человек который поддерживает Трампа это тот человек который постоянно актуализирует консервативную повестку и становится одним из главных ее рупоров вот это вот эти вот парадоксы они имеют место быть да люди которые понимают опасность вот этого прогресса интересно буду рад любым вопросам и поддержке и всем желаю все-таки чтобы никакой грозы на нашем небе не разразилось чтобы был плодотворный интересный творчески насыщенный учебный год ну и вообще хороший солнечный день сегодня всего доброго дорогие друзья